Девушки отдыхают Девушки отдыхают В Чернобыле я появился в 1986 году, когда случилась авария. Тогда были приглашены специалисты для ликвидации ее последствий, для строительства саркофага. Я участвовал в работах по строительству саркофага, обеспечивая радиационную безопасность при проведении этих работ. Девушки отдыхают Более 600 тысяч, считается, выдано удостоверение ликвидаторов аварий. Хотя, если говорить о том защитном сооружении, которое было сделано, объект укрытия, который был, кстати, сделан за полгода, И про дозу я вам, про среднюю, сказал. Вот все остальные люди, много, конечно, людей туда привлекали для ликвидации аварий. Но Алла Пугачева у нас пела в Чернобыле в 1986 году, тоже, наверное, ликвидатор там может считаться. А таких, как Алла Пугачева, их было очень много. Это были медики, это были люди, которые, в принципе, обеспечивали охрану, зоны отчуждения. Они все считаются ликвидаторами. И было много. Но не все они принимали участие в непосредственных работах, в радиационно опасных работах. Поэтому здесь нужно выделять. Для того, чтобы повысить свою квалификацию. Нестандартная ситуация. Радиационная обстановка очень сложная. Нам приходилось по 4 раза в день менять спецодежду. Потому что она загрязнялась. О респираторе я уже не говорю. Респиратор, он меняется через каждые полчаса. Потому что он же становится влажным и уже потеряет свою респираторную способность. Поэтому мыться через несколько часов больше всего в душе обязательно. С применением всяких дезинфицирующих средств и тому подобное. И вот все, что там не делалось, мне нравилось. Я вспоминаю, как одни из моих лучших лет работы именно по ликвидации аварии. Год был тяжелый для того государства, которое назывался Советский Союз. В это время страна находилась не на пике своего, будем говорить, экономического развития. Но, вы знаете, когда случилась авария, было громадное чувство патриотизма. Я не видел людей, которые, как рассказывали, загоняли палкой на ликвидацию аварии. Не было таких. Это были люди, которые добровольно шли на все эти вещи. Ну, разве что, кроме военнослужащих, которые привлекали на военные сборы для всяких рутинных операций. Для меня, как для специалиста, не было такого понимания, что это была какая-то угроза для моей жизни, для моего здоровья. Потому что нас к этому готовили. Я работал раньше, обеспечивая радиационную безопасность на атомных подводных лодках. Участвовал в многих аварийных ситуациях, ликвидации аварийных ситуаций. Поэтому мы были готовы. И многие люди к этому были готовы. Пострадали в большей степени население не из-за радиационного фактора, а из-за психологического. Когда средства массовой информации начали рассказывать, что мы все здесь, Украина будет умирать, и люди мы все смертники, и тому подобное. Это все были сказки, байки, это были непонятные вещи. Поэтому, конечно же, ситуация менялась. После возведения саркофага радиационная ситуация на площадке атомной станции уменьшилась. И мы смогли тогда запустить и безопасно эксплуатировать три еще энергоблока Чернобыльской атомной станции до 2000 года пока. Там для нас, например, ничего непонятного нет. Там есть много радиоактивных отходов. Там есть ядерные материалы, которые, конечно, не подконтрольны. Их нужно обязательно что-то с ними делать, чтобы перевести в контролируемое состояние. Для этого их просто нужно извлечь и поместить в специальные контейнера и поставить в место специальные, предназначенные для хранения таких отходов. Вот это самое главное. Кроме того, там существует проблема с водой. Вода существует в объекте укрытия. Мы с вами понимаем, что это очень опасная вещь. Вода может проникнуть в грунтовые воды, могут загрязниться грунтовые воды. Когда мы говорим о том, что планируется надвижка этой арки или нового безопасного конфаймента на объект укрытия, который планируется провести уже в ноябре этого года, то от этого проблема не исчезнет. И мы все должны с вами понимать, что многие считают таким образом, что вот надвинули эту арку, замок повесили на нее и на 100 лет проблемы забыли. Ведь это арка, рассчитанная на 100 лет. А что будет дальше, никто об этом почему-то не задумывается. Поэтому там нестабильные строительные конструкции. Их нужно разбирать. Там ядерное топливо. Спекшееся, но это ядерное топливо, его нужно оттуда извлекать, контейнеризировать. И этим делом нужно заниматься. Просто международное сообщество, которое нам, слава богу, спасибо. Значит, такие ядерные установки, которые были в Чернобыле, они есть сейчас, эти атомные станции с такими же реакторными установками в России, на сегодняшний день есть, на Ленинградской атомной станции, Курская, Смоленская атомная станции. Это был прототип реактора для наработки оружейного плутония. То есть, военный реактор. Но у них были несколько технологических дефектов, о которых знали, кстати. Но до которых, в принципе, не доходили руки. В то время никто не думал ни об экологии, ни о вопросах безопасности. И все же эти разработки, они были засекречены, мы должны с вами понимать. В то время была секретность на очень высоком уровне. Даже многие люди, работая в научных институтах, не знали, что делают в соседних лабораториях. Поэтому такая была ситуация, такая была система. Это здесь так уж уборится, но, наверное, довольна о том. А каштаны распустились в Чернобыле, От жасмина кругом вся голова, Щеголяем афганками новыми, От нехватки женщин сходим с ума. Сези, севшие на афганки и пельники, Мы встряхнем, вернувшись с передовой, Беловодскую, как требуют медики, Разбавляем оболонской водой. А поутру снова в бой впереди мы, На врага у нас не дрогнет рука, Давим грейгами, листами свинцовыми, Он не скроется от нас никуда. Класс! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok